Глава седьмая Через два дня цыганёнку стало лучше. Вечером, когда я подошёл к нему, он лежал на охапке сухой листвы и, уставившись в чёрное звёздное небо, тихонько напевал что-то. — Цыганёнок! — предложил я ему. — Давай я около тебя костёр разожгу, чай согрею, пить будем. У меня в баклаге молоко есть. Хочешь? Я сбегал за водой, подвисел котелок на шомпол, перекинутый над огнём через два воткнутых в землю штыка, и, подсаживаясь к раненому, спросил. — Какую это ты песню поёшь, цыганёнок? Он ответил не сразу. — А пою я песню, такую старую. В ней говорится, что нет у цыгана родной земли, и та ему земля родная, где его хорошо принимают. А дальше спрашивают. — А где же цыган? Тебя хорошо принимают. И он отвечает, много я страны сходил. Был у венгров, был у болгар, был у туречины. Много земель сходил я с табором, и ещё не нашёл такой земли, где бы хорошо мой табор приняли. — Цыганёнок? — спросил я его. — А зачем ты у нас появился? — Ведь вас же не забирают на службу. Он сверкнул белками, приподнялся на локти и ответил. — Я пришёл сам. Меня не нужно забирать. Мне надоело в таборе. Отец мой умеет воровать лошадей, а мать гадает. Дед мой воровал лошадей, а бабка гадала. И никто из них себе счастье не украл. И никто себе хорошей судьбы не нагадал. Потому что дорога-то ихняя, по-моему, не настоящая. Надо по-другому. Цыганёнок оживился, приподнялся, но боль раны, очевидно, давала себя ещё чувствовать. И, стиснув губы, он с лёгким стоном опустился опять на кучу листвы. Скипевшее молоко разом ринулось на огонь и загасило пламя. Я еле успел выхватить котелок с углей. Цыганёнок неожиданно рассмеялся. — Ты чего? — Так! — и он задорно тряхнул головой. — Я вот думаю, что и народ весь эдак, и русские, и евреи, и грузины, и татары терпели старую жизнь, терпели, а потом, как вода из котелка, вспенились и кинулись в огонь. Я вот тоже сидел, сидел, не вытерпел, захватил винтовку и пошёл хорошую жизнь искать. И найти, думаешь? — Один не нашёл бы, а все вместе должны бы, потому охота большая. Подошёл Чубук. — Садись с нами чай пить, — предложил я. — Некогда, — отказался он. — Пойдёшь со мной, Борис? — Пойду, — быстро ответил я, не спрашивая даже о том, куда он зовёт меня. — Ну так допивай скорее, а то подвода уже ждёт. — Какая подвода, Чубук? Он отозвал меня и объяснил, что отряд к рассвету снимается, соединится недалеко отсюда с шахтёрским отрядом Бегичева, и вместе они будут пробиваться к своим. Трёх тяжелораненых брать с собой нельзя, пробираться придётся мимо белых и немцев. Отсюда недалеко пасека. Там место глухое, хозяин свой, и согласился приютить у себя раненых на время, пока поправятся. Оттуда Чубук привёл подводы, и сейчас надо, пока темно, раненых переправить туда. — А ещё с нами кто? — Больше никого. Вдвоём мы. — Я бы и один управился, да лошадь норовистая попала. Придётся одному под усцы вести, а другому за товарищами присматривать. Так пойдёшь, значит? — Пойду, пойду, Чубук. Я с тобой, Чубук, всегда и всюду пойду. А оттуда куда? Назад? — Нет. Оттуда мы прямой дорогой вброд через речку. Там со своими и встретимся. Ну, трогаем. И Чубук пошёл к голове лошади. — Винтовка моя, смотри, чтобы не выпала! — Послышался из темноты его голос. Телега легонько дёрнула, в лицо брызнули капли росы, упавшие с задетого колесом куста, и чёрный поворот скрыл от наших глаз догоравшие костры, разбросанные собиравшимся в поход отрядом. Дорога была плохая. Ямы, выбойны, то и дело попадались разлапившиеся по земле корни. Темь была такая, что ни лошади, ни Чубука с телеги видно не было. Раненые лежали на охапках свежего сена и молчали. Я шёл позади, и, чтобы не оступиться, придерживался свободной от винтовки рукой за задок телеги. Было тихо. Если бы не однотонное посвистывание полуночной пигалицы, можно было бы подумать, что темнота, окружавшая нас, мертва. Все молчали. Только изредка, когда колёса проваливались в ямы или натыкались на пень, раненый Тимушкин тихонько стонал. Жиденький, наполовину вырубленный лесок казался сейчас непроходимым, густым и диким. Затянувшееся тучами небо чёрным потолком повисло над просекой. Было душно, и казалось, что мы ощупью движемся каким-то длинным извилистым коридором. Мне вспомнилось почему-то, как давно-давно, года три тому назад, в такую же тёплую тёмную ночь, мы с отцом возвращались с вокзала домой прямой тропкой через перелесок. Так же вот свиристела пигалица, так же пахло переспелыми грибами и дикой малиной. На вокзале, провожая своего брата Петра, отец выпил с ним несколько рюмок водки, то ли от этого, то ли от того, что чересчур сладко пахло малиной, отец был особенно возбуждён и разговорчив. Дорогой он рассказывал мне про свою молодость и про своё учение в семинарии. Я смеялся, слушая рассказы о его школьной жизни, о том, что их драли розгами, и мне казалось нелепым и невероятным, чтобы такого высокого, крепкого человека, как мой отец, кто-то когда-то мог драть. Это ты у одного писателя вычитал, возражал я. У него есть про это книга, очерки Бурса называется. Так ведь сто давно было, бог знает когда. А я, думаешь, недавно учился? Тоже давно. Ты в Сибири, папа, жил, а в Сибири страшно, там каторжники. Мне Петька говорил, что там человека в два счёта убить могут и некому пожаловаться. Отец засмеялся и начал мне объяснять что-то. Но что он хотел объяснить мне, я так и не понял тогда, потому что по его словам выходило как-то так странно, что каторжники вовсе не каторжники, и что у него даже знакомые были каторжники, и что в Сибири много хороших людей, во всяком случае больше, чем в Арзамасе. Но всё это я пропускал мимо ушей, как и многие другие разговоры, смысл которых я начинал понимать только теперь. Нет, никогда, никогда в прошлую жизнь я не подозревал и не думал, что отец мой был революционером. И вот то, что я сейчас с красными, то, что у меня винтовка за плечами, это не потому, что у меня был отец-революционер, а я его сын. Это вышло как-то само собой. Я сам к этому пришёл, подумал я, и эта мысль заставила меня загордиться. Ведь правда, на самом деле, сколько партий есть, а почему же я всё-таки выбрал самую правильную, самую революционную партию? Мне захотелось поделиться этой мыслью с Чубуком, и вдруг мне показалось, что возле головы лошади никого нет, и конь давно уже наугад тащит телегу по незнакомой дороге. «Чубук!» крикнул я, испугавшись. «Ну!» послышался его грубоватый строгий голос. «Чего орёшь?» «Чубук!» смутился я. «Далеко ещё?» «Хватит!» ответил он и остановился. «Поди-ка сюда, встань и шинельку раздвинь, закурю я». Трубка летящим светлячком поплыла рядом с головой лошади. Дорога разгладилась, лес раздвинулся, и мы пошли рядом. Я сказал Чубуку, о чём думал, и ожидал, что он с похвалой отзовётся о моём уме и дальнозоркости, которые толкнули меня к большевикам. Но Чубук не торопился хвалить. Он выкурил по крайней мере полтрубки и только тогда сказал серьёзно. «Бывает и так. Бывает, что человек и своим умом дойдёт. Вот Ленин, например. Ну, а ты, парень, навряд ли». «А как же, Чубук?» тихо и обиженно спросил я. «Ведь я же сам». «Сам?» «Ну, конечно, сам. Это тебе только кажется, что сам. Жизнь так повернулась. Вот тебе и сам. Отца у тебя убили. Раз. К людям таким попал. Два. С товарищами поссорился. Три. Из школы тебя выгнали. Четыре. Вот ежели все эти события откинуть, то остальное может и сам додумал. «Да ты не сердись», добавил он, почувствовав очевидно мое огорчение. «Разве с тебя кто спрашивает больше?» «Значит, выходит Чубук, что я нарочно, что я не красный», дрогнувшим голосом переспросил я. «А это все неправда. Я и в разведку всегда с тобой. Я и поэтому ведь на фронт ушел, чтобы защищать. А значит, выходит... Дура! Ничего не выходит. Я тебе говорю, обстановка, а ты я сам, я сам. Скажем, к примеру, отдали бы тебя в кадетский корпус. Глядишь, из тебя и коллегинский юнкер вышел бы. А тебя? Меня Чубук усмехнулся. За мной парень двадцать годов шахты, а этого никакой юнкерской школой не вышибешь. Мне было несказанно обидно. Я был глубоко оскорблен словами Чубука и замолчал. Но мне не молчалось. Чубук, так значит, меня и в отряде не нужно, раз я такой, что и юнкером бы, и колединцем. Дура, спокойно и как бы не замечая моей злости, ответил Чубук. Зачем же не нужно? Мало что кем ты мог бы быть. Важно кто ты есть. Я тебе только говорю, чтобы ты не задавался. А так, что же, парень ты хороший, горячка у тебя у тебя у тебя Наша, мы тебя погоди, поглядим еще немного, да и в партию примем. Дура, совсем уже ласково добавил он. Я ведь знал, что Чубук любит меня, но чувствовал ли Чубук, как горячо, больше, чем кого бы то ни было в ту минуту, любил я его. Хороший Чубук, думал я, вот он и коммунист, и двадцать лет в шахте, и волосы уже сидеют, а всегда он со мною, и ни с кем больше, а со мной. Значит, я заслуживаю, и еще больше буду заслуживать. Когда будет бой, я нарочно не буду нагибаться, и если меня убьют, то тоже ничего. Тогда матери напишут, сын ваш был коммунист, и умер за великое дело революции, и мать заплачет и повесит на стену мой портрет рядом с отцовским, а новая светлая жизнь пойдет своим чередом мимо той стены. Жалко только, что попы наврали, подумал я, и нету человека никакой души, а если была душа, то посмотрела бы, какая будет жизнь, должно быть хорошая, очень интересная будет жизнь. Телега остановилась, чубук поспешно сунул руку в карман и сказал тихо, как будто бы стучит что-то впереди, дай-ка винтовку. Лошадей с ранеными отвели в кусты, я остался возле телеги, а чубук исчез куда-то, вскоре он вернулся, молчок теперь, четверо казаков верхами, дай мешок лошади морду закрою, а то не заржало бы еще не кстати. Топот подков приближался, недалеко от нас казаки сменили рысь на шаг, краешек луни, выскочив в прореху разорванной тучи, озарил дорогу, из-за кустов я увидел четыре папахи, с казаками был офицер, на его плече вспыхнул и погас золотой погон. Мы выждали, пока топот стихнет и тронулись дальше. Уже рассветало, когда мы подъехали к маленькому хутору. На стук телеги вышел к воротам заспанный пасечник, длинный рыжий мужик с вдавленной грудью и острыми, резко выпиравшими из-под расстегнутой ситцевой рубахи плечами. Он повел лошадь через двор, распахнул калитку, от которой тянулась еле заметная поросшая травой дорога. Туда поедем, у болотца в лесу клуня, там им спокойнее будет. В небольшом забитом сеном сарае было свежо и тихо. В дальнем углу были посланы дерюги. Две овчины, аккуратно сложенные, лежали вместо подушек у изголовья. Рядом стояло ведро воды и берестовый жбан с квасом. Перетащили раненых. Кушать может хотят, спросил пасечник. Тогда под головами хлеб и сало, а хозяйка коров подоет, молока принесет. Нам надо было уходить, чтобы не разойтись у брода со своими, но несмотря на то, что мы сделали для раненых все, что могли, нам было как-то неловко перед ними, неловко за то, что мы оставляли их одних без помощи в чужом враждебном краю. Тимошкин, должно быть, понял это. Ну, с Богом, сказал он побелевшими, потрескавшимися губами. Спасибо, Чубук, и тебе, парень, тоже. Может, приведет еще судьба встретиться. Более других утомленный, Самарин открыл глаза и приветливо кивнул головой. Цыганенок молчал, облокотившись на руки, серьезно смотрел на нас и чему-то слабо улыбался. Так всего же хорошего, ребята, проговорил Чубук, поправляйтесь лучше, хозяин надежный, он вас не оставит, будьте живы-здоровы. Повернувшись к выходу, Чубук громко кашлянул и, опустив глаза, на ходу стал выколачивать и приклад трубку. «Дай вам счастья и победы, товарищи!» звонко крикнул вдогонку цыганенок. Звук его голоса заставил нас остановиться и обернуться с порога. «Пошли вам победы над всеми белыми, какие только есть на свете!» так же четко и ясно добавил цыганенок и тихо уронил горячую черную голову на мягкую овчину. «Пошли вам на мягкую» «Пошли вам» Продолжение следует...